Ютурбок-2, 30 августа 2017 года. Внутренний дворик, кожармы, зенитно-ракетного полка, воинская часть, 58-941. Это вход в столовую. Это технические входы или вспомогательные службы. Вот они здесь. Мы начинаем здесь видеоролик, а зайдем в само это здание. Вот тут еще посмотрим в эту сторону. Везде мы с вами бывали ранее. Фото и видео у нас имеются. Я был вчера, поднимался по этой лесенке. Именно вот в эту левую дверь. Да, в левую дверь. И на самую крышу, там где. Самая высокая часть чердака. Так можно сказать. Фотографии размещены в материалах группы Валтес-Лагер. Почему мы здесь идем сегодня? Все-таки я попал на второй этаж этой казармы, этого здания. Где размещались подразделения воинской части 45-330. Отдельного ремонтного восстановительного батальона. Нашел его, этот вход, вот через центральный вход, вот туда влево и пойдем через зрительный зал клуба и далее. Заходим. Заходим здесь. Вчера мы видео делали, я сделал видео, не получилось. Получилась рыскошь отвратительная. Что-то все сбилось у меня. Как всегда, что-нибудь замешаем. Поднимаемся. Где-то будет темно. Фонарь у нас есть с собой небольшой. Вот внутренний дворик. Я надеюсь, сегодня получится. И да. Вот сколько другая камера. А то я таскали с собой. Ходи фотографии только делать. Поднимаемся. Наверх. Фонарь уже приготовлен. Здесь были с вами буквально с недели назад. Темно было. Мы заходили в это крыло. Посмотрим сейчас. Поскольку нам нужен зрительный зал. Вот если мы зашли, вот сразу что. Какая картина. Мы пойдем с вами прямо. Пока посмотрим зрительный зал. Ай, извините, это библиотека. Библиотека. Нарушено все. Что-то зарапортовался. Тут-то мы были. Идем сюда. Я уже говорил, здесь подходить ни в коем случае нельзя. Сейчас перепрыгнем. Да, уже мы здесь. Вот мы уже здесь. Это комната. Я не знаю, что это было с обоих сторон окна. То ли амбразуры, то ли. Вот как раз здесь был, видимо, и пожар. Поскольку закопченный потолок. Заходим в клуб или в зрительный зал клуба. Вот он. И там киноаппаратно мы ее увидим. Много что горело. Давно это было, поскольку сколько я тут бывал. Столько не вижу. Уже лет восемь точно. Если не больше. Тут можно пройти, но мы не рискнем. Не надо нам тут ходить. Вот идем здесь. Тут тоже нежелательно бы ходить. Но идем, тем более я тут был вчера. Последний раз. Вот. Это. Такой же вход, как где мы зашли. Только как бы левый, что ли. Левый крыло. На крышу вход. Поднимался вчера фотографии некоторые сделал. Плачевное зрелище. Вот тут мы заходим дальше. Мы там отметились с вами, чтобы или заходили в зрительный зал. Вот тут надо идти очень осторожно. Ну и кажется, фонар нам не нужен сегодня. Или камера получше для этой цели. Это обрушено все здесь. Хорошо это сейчас с крыши видно. Туда мы тоже не пойдем. Вот здесь туалетная комната. Приспособление для мытья ног. Это все для привязки. Вот. Это уже со стороны. Тут где-то арка должна быть. Вот она, арка. Вот. Надеюсь, видно. Это столовая уже вправо. А вот так прямо. Один. Одно из подвальных помещений. Я определяю его как туалет. Там дальше складское помещение. Вчера мы там были с вами фотографии. Я разместил материалы группы «Алтус Лаги». К сожалению, мало кто что узнает. Да, туалет. Посмотрели. Теперь мы переходим. Вот он. Зрительный зал. Потом мы быстрее пойдем. Киноаппаратная. Уж какого подразделения, сказать не могу. Затрудняюсь. Теперь я заблудился. Столько ходов, выходов, переходов. Я знаю, что здесь казарма зенитно-ракетного полка, где мы сейчас были. А клуб, не знаю чей. Да хоть бы и кто-то сказал, я уже тут же забуду. Вот мы посмотрели. Внутренний дворик. Под нами арка. Вот здесь что-то киноаппаратное. А дальше вот мы пойдем в эту сторону, по Калидору. Пока посмотрим киноаппаратное. Вот она. Где-то я видел ящик на кинофильме. Вот он, ящик. О, фонарь пригодился. Очень старый, конечно. Тут, наверное, что-то хранил киномеханик. Может быть, даже банки с фильмами. Видите, как я хорошо сказал. Не сказал, что что-то прятное. Ну вот, посмотрели мы клуб. Вообще, посмотрели эту часть казармы, где размещался зенитно-ракетный полк. Теперь же мы перешли в это крыло. Может быть, так же размещался этот же полк. Подразделение этого полка. Но я не уверен. Потому что на карте люди обозначают, что весь второй этаж занимали подразделение ремонтно-восстановительного батальона. Воинская часть 45. 330. Сушилка. Это уж точно видно, что сушилка. Вчера я еще нашел в подвальном помещении шлемофон. Тоже мало кто узнает. Мало участников группы. Кому это интересно. Тут довольно темно. Туалет. Фонарь нам, может быть, поможет. Туалетная комната. Или умывальник. Вот здесь прямо, может быть, может, даже пост номер один. Вот такая нищая. Закрытый переход. С той стороны уже я... С той стороны уже будет туалет. Если идти с той стороны, с противоположной стороны, как бы вот... вот туда дальше, вот тут кончается. И там дальше пошли. Мы были там вчера. Здесь вот... Мы оттуда с вами пришли. Здесь дыра в настоящее время. Проходим вот эту дыру. И посмотрим вот с этой... Вот здесь лестница. Чудесница. Она закрыта что снизу, что спереди. Попасть никуда невозможно. Здесь помещение захламлено. Тумбочка. Вот здесь я... Раскладывал погоны, если кто видел. Я еще думал, ну почему тут есть подпристроечка, а ухода нет. Вот так прямо будет. Это на рампу. Ихать. Посмотрели. Надеюсь, будет понятно, где мы все находимся. Вот мы оттуда пришли. Прямо киноаппарат на Эксплу. Здесь я обозначаю, как... Может быть, пост номер один. В какой части тоже не буду говорить. Хотя имею предположение. Сегодня посветлее. Мне кажется, или камеру настроим получше. Все так же, как... ...этажом ниже. Нет. Единственное отличие здесь, что нет ухода на площадку лестничную с правой стороны. Может быть, оружейная комната. Вот таких приспособлений. Довольно много. Ну, не много, но они есть. Гардина еще тут сохранилась. А вот тут мы посмотрим. Вот. Вон там арка. Это уже здание столовой прямо. А под нами, как раз, я обозначаю, как туалет. И дальше складское помещение. Опять-таки ж может быть небольшое помещение. Такое же здесь. С левой стороны еще висит тут. Светильник, правда. Кто-то его раскладил. Вот здесь, вот здесь именно. Как раз лестничная площадка, которая можно было с первого этажа на третий. Ну, тут закрыто. Это, видимо, бытовая комната. Поскольку здесь вот было, наверное, зеркало было. А вот тут, чтобы военнослужащий мог себя хорошо рассмотреть, как форма сидит, фамилию непонятную. Чучкин, Нунч, Нунчкин, ГВ. Где-то здесь мерещак, вот здесь, ниши. Вот здесь был проход лестничный, промоковый. Наверное, Ленинс какого-то было. Вот как раз под ней и склад. Как я определю. А вот так, прямо там маленькая, маленький подвал, где и на все химофоны. Выше, выруб, выше, кого-то, наверное, выраженный. Да. Выше командный, командный состав, наверное, командное руководство. Может быть. Довольно длинный получился видеоролик. Но по-другому никак. С левой стороны вот что. Давайте в окно его смотрим. вот вход, расположение, центральный вход, расположение, воинской части 45-330. Какая-то, может, смотреть получше. Вот тут увидим. Может быть. А, да. Пусть вчера будет. С вами. Внутренний дворик, там баннер. Снижу. А это детский садик. Дяденька ушел. Андрейка подальше. Это, видимо, было спальное помещение. Вот тут. И последнее. Помещение. Это, видимо, спортивное что-то. Спортивное. Спортивный снаряд. Вон птички тут. Понездышки делали. Смотрим. Вот, я говорю, в этом помещении склад. А дальше туалет. Прямо здание столовой. Вот, собственно, и все. Закончим наш видеоролик. 30 августа 2017 года. Ветерболк. Ветерболк 2. Казарма. Расположение воинских подразделений воинской части 58-941-45-330. И других воинских подразделений. Это будет правильно. Вот потихонечку выходим. Надеюсь, понятно, где мы бродили сегодня. Это будет последний видеоролик. По всей видимости. Везде мы были. Во всех помещениях. Во всех закоулках. Где только возможно. Прямо в киноаппаратные клубы или зрительного зала. Вот, смотрим здесь. Кончается лепо, к сожалению. Быстро пролетело. Вообще, все быстро проходит. Осторожно, дверь закрывается. Мы на выход. Я уже попрощался. Вот бы еще нам таки выключим. Мы сейчас камеру и пойду. Всем до свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok